Ровно на полпути между Киевом и Харьковом построен Мадрид. Замок, отель, ресторан и памятник. На родине исторической, в честь родины обретенной. Саша Сенебок родился здесь, в селе Хелькивка Харольского района Полтавской области. В 17 лет хату покинул, пошел не воевать, но в армию советскую. Потом работал, учился. И вот уже 25 лет он, сеньор Алехандро, живет в Испании, там же занимается бизнесом. На родину тянуло всегда, вот и построил для односельчан замок. Словно на ковре самолете перенес часть Мадрида на трассу Киев-Харьков. Запустил ресторан испанской кухни, хотя украинских блюд в меню тоже немало. Наладил сервис отеля. Вот уже три месяца как предприятие заработало в полную силу. Гостиницы не пустуют всегда. Особенно нравится заезжим Дон Кихотом номер в мавританском стиле, с вращающейся кроватью. Это забавная вещь, карусель напоминает. И еще то, что взрослые те же дети. Однако отель без ресторана невозможен. И хотя программа ресторанной новости приезжала к Александру еще в ноябре, только сейчас он может с уверенностью сказать, кухня вышла на должный уровень качества. И все стараниями местных поваров украинских, которых периодически консультирует испанец. Тем приятнее факт появления на рынке отечественного производителя вин, которые подчеркивают достоинства испанской кухни. Это признал даже Лео, человек, владеющий отелем в центре Мадрида на Плацу Майор. Молодое бархатистое каберне торговой марки Арианда причудливо сочетается не только с испанским хамоном, сыровяленым мясом. На столе всегда достаточно морепродуктов. А лосось в апельсиновом соусе уже успел стать гастрономическим хитом этого заведения. Пусть только бармен вовремя откупорит бутылочку с авиньон. Его яблочная свежесть приятно дополнит и валенсийскую паэлью, и запеченные шляпки шампиньонов. И еще раз будет поднят тост за встречу испанцев на полтавской земле. Полтавчане – люди трудолюбивые. Это не секрет. Замок, комплекс сам по себе большой, довольно-таки масштабный. Саша, ну мы не виделись пять месяцев, я приезжаю, я вижу стройку. А виделись-то мы в Испании, в Мадриде, в Сегове. Было здорово, замечательно, и я хотела бы узнать, что строишь. Практика показала, что мало места. Люди хотят свадьбы справлять, большие день рождения, конференции. И показалось, что мало места. Строю в испанском стиле таверну. Таверну большую, где-то на 200 квадратных метров. Сейчас хочу показать зрителям настоящую испанскую таверну, где мы были с Александром вот буквально в январе месяце этого года. И вот тех самых молочных поросят, которые пекутся только в специальной печи. Да, вот именно я и хочу построить в этой таверне испанскую настоящую печь. Это огромная печь, где пекутся не только поросята, а и козлятушки маленькие, а также теленок может целиком туда войти. И там не будет дыма. Это специальная искусственная технология, которую вы видели. Это так и будет. Осталось узнать, когда. Я думаю, что мы постараемся осилить это в октябрь месяце. В годовщине открытия отеля и ресторана. Ох, погуляем! Редактор субтитров А.Семкин